итак друзья всем привет microsoft выпустила обновление момент 3 для windows 11 22 h2 24 мая точнее в ночь с 23 мая на 24 стало доступно windows 11 момент 3 номер сборочки давайте посмотрим давайте зайдем система системе 22 621 . 1778 поехали сразу скажу вот это вот переключатель должен быть включен чтобы все новые функции сразу стали доступ об этом говорилось в новостях об этом заявляла microsoft то есть это вот должно быть включено и так что нового изоляция вин 32 приложения теперь windows 11 сможет запускать классические вин 32 приложения в изолированной среде для предотвращения нежелательно или не санкционированного доступа программ критически важным компонентом windows теперь вы можете напрямую загрузиться в облачный рабочий стол windows 365 и назначить его по умолчанию на своем устройстве когда вы включите свой компьютер функция предложит вам авторизоваться после чего вы сразу попадете в среду windows 365 без каких-либо дополнительных действий добавлена поддержка bluetooth low energy аудио эта технология обеспечивает высококачественный звук при низком энергопотребления что позволяет улучшить качество звонков видео и музыки на совместимых устройствах включая беспроводные наушники такие как galaxy buds 2 pro обновлен макет панели виджет теперь закрепленные виджеты отделены от новостной ленты msn также добавлена вкладка видео msn и новый инструмент закрепления виджетов призваны упростить этот процесс мне это пока недоступно разделение этого у меня пока нету это будет позже функция в капельные подачи будем смотреть позже добавленная иконка статуса vpn отображаемая поверх активного сетевого подключения на панели задач она использует системный акцентный цвет если вы подключены к распознанному профилю vpn добавлена возможность отображения секунд на панели задач смотрим у нас без секунд сейчас время мы с вами нажимаем параметры персонализация и панель задач и поведение панели задач и здесь будет показывать секунды на часах на панели задач вот видите пошли секунды добавлена кнопка для быстрого копирования кода в двухфакторной аутентификации во всплывающих уведомлениях от приложений установленных на пк или смартфоне включенным к пк через приложение связь с телефоном функция работает только на английском языке добавлены подсказки по сочетаниям клавиш в контекстное меню в проводнике у меня этого пока к сожалению нету режим киоска с несколькими приложений добавлен и то про что мы говорили постоянно в инсайдерских сборках теперь пользователи могут создавать дампы памяти ядра в режиме реального времени в дополнение к существующим дампам ядра для процесса цель такого дампа заключается в сборе данных для устранения аномальной ситуации при этом операционная система может продолжить работу давайте создадим дамп памяти переходим в сведения и например создать файл дамп память файл успешно создан открыть расположение файла вот он наш дамп памяти ядра это сокращает время простоя для не фатальных но имеющих большое влияние сбоев и зависаний поехали дальше добавлена новая настройка для сенсорной клавиатуры нажимаем параметры время и язык где она вот и вот тут у нас есть сенсорная клавиатура отображать сенсорную клавиатуру вот параметр если клавиатура не подключена то есть если она не подключена все равно будет отображаться сенсорная клавиатура всегда отображать или никогда не отображать добавлена поддержка адаптивной регулировки яркости контента content adaptive brightness control для ноутбуков и устройств два в одном то есть для гибридов находится это все вот здесь дисплей у меня тут этого нет добавлена страница настроек хабов и устройств usb 4 в раздел параметры bluetooth и устройств у меня usb 4 нету и не подключено то есть в компьютере этого нету обеспечивает более высокую производительность для док станций высокопроизводительных периферийных устройств дисплеев и зарядных устройств функции доступны на этой странице просмотр подключенных хабов и устройств usb 4 в древовидном формате просмотр атрибутов и возможностей связанных с usb 4 копирование данных буфер обмена чтобы их можно было передавать службе поддержки или системному администратору для устранения неполадок добавлены новые настройки конфиденциальности датчиков присутствия и API если у вас есть устройство с совместимыми датчиками присутствия то теперь вы можете управлять своей конфиденциальностью и запрещать определенным приложением доступ к этим датчикам вот здесь он находится называется определение присутствия но здесь видите нету у меня по-моему да здесь нету если ваше устройство поддерживает эту функцию у вас будет новая настройка изменены субтитры у нас есть субтитры давайте посмотрим еще на эту функцию давайте ее включим теперь функция голосовое управление поддерживает другие диалекты английского языка то есть тут немножко все поменяли так давайте настроим с вами добавим другой язык давайте скачаем распознавание речи продолжить начинать принимаем готово к созданию субтитров на английском языке можно менять положение язык субтитров добавить другой язык то есть вот вот как бы под экраном накладывается на экран то есть отдельное окно которое можно передвигать далее настройки фильтровать ненормативную лексику включить звук микрофона включаем звук микрофона то как то они не так работают микрофон у меня нормальный стиль субтитров то есть можно менять стиль заголовка белый на черном малые прописные крупный текст и желтый на синим ну лучше наверное крупный текст поставить потому что желтый на синим оно как то смотрится не особо вот цвета стиль заголовка фон можно поменять окно цвет окна вот такое вот у нас обновление давайте отключим автоматические субтитры вот такое ребята обновление функций достаточно много пишите свои комментарии интересно почитать что вы думаете по этому поводу вышло момент 3 ждем момент 4 были новости что момент 4 в разработке оно делается это обновление вот уже у нас 3 полнофункциональных обновления для windows 11 обновление доступно всем как инсайдерам канала релиз превью так и всем пользователям круги gs лайк подписка коментарий увидимся в новых роликах всем пока пока м 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 Продолжение следует...